От сырья и закваски до упаковки и склада. Клирик Тихвинского храма отец Олег не обошел своим вниманием ни одно из помещений Бежицкого хлебокомбината. По всем канонам православной церкви были освещены оборудование, производственные мощности, готовая продукция и даже сотрудники предприятия. Это событие приурочено празднику нерукотворного образа спасителя, который в народе называется и именуется хлебным спасом. Сам праздник приходится на 29 августа, но мы загодя совершили освещение, чтобы на прилавках в магазинах нашего города в этот праздничный день люди могли приобрести хлеб, который освещен по благословению нашего владыки. Помимо самого продукта мы также осветили производственные помещения сотрудников и бункера с мукой, то есть гумно, житницу, которые находятся на территории фабрики. Напомним, традиция празднования хлебного спаса уходит своими корнями вглубь веков. В этот день по традиции заканчивали уборку зерна и пекли из муки нового урожая – первый хлеб. Его светили, чтобы в доме было благополучие и не было голода, а затем ели всей семьей. Считалось, что свежий каравай на столе в этот день – хорошая примета. Обряд освещения хлеба проводили в церкви, но в этом году все уже сделано сотрудниками Бежицкого хлебокомбината по благословению владыки. А освещенные хлеб и батон Бежицкого хлебокомбината 28 и 29 августа можно легко найти на полках магазинов по специальным праздничным наклейкам. Бежицкий хлебокомбинат в этом году решил начать такую традицию – освещать хлеб, потому что мы уже начали выпускать хлеб из муки нового урожая – это пшеница и рожь брянских сельхозпроизводителей. И 28-29 числа каждый житель города Брянска и Брянской области сможет купить в магазине хлеб Бежицкого хлебокомбината и батон. И мы хотим, чтобы в каждой семье было здоровье, благополучие и достаток. Светлана Дробкова, Игорь Винничук. События. Брянск.